Девушки отдыхают Здесь, в Чилийской лунной долине, космонавты тренируются перед полетом в космос Интересно, что бы сказать космонавту, если я встречу его в Чили? Скажи-ка ему «mucho gusto», Джет Это значит «приятно познакомиться по-испански» «Mucho gusto»? Думаю, мне пора скайф Занимай свое место, Джет! Джет, готовься к блюду! Пора лететь! Чили! Эй! А это же та лунная долина! Очень густо, космонавт! Дорогой Во! Как у вас там на Марсе? Отсюда, кажется Что там очень весело Вам посылка! Я Джет! Вовремя! Как всегда! Мucho gusto, Джет! Приятно познакомиться! Мucho gusto, Каталина! А вот и твоя посылка! Это шиншилла! Моё самое любимое чилийское животное! Гратиас, Джет! Спасибо! Шиншилла из Чили! Но почему на неё надет скафандр? Потому что, Джет, это подарок для моей подруги Во! С Марса! Я прилетел с Марса! Земляне, отведите меня к самому главному! Смотри, Джет! Она ответила на моё письмо! Что она пишет, Каталина? О, нет! Во! Там одиноко! Как бы я хотела сама полететь на Марс и отдать ей подарок! Погоди! Ты хочешь полететь на Марс? Я знаю, Джет! Это невозможно! Хм! А может и нет! Пора звать Суперкрылья! Суперкрылья? Мои невероятные друзья, которые придут на помощь, когда бы они мне не понадобились! База, приём! База слушает! Появилась задачка из Чили, Джет? Каталина должна отвезти подарок подруге! На Марс! На Марс! Хм! Кто в ладу с межзвёздным пространством? Астра! Открытый космос — это её тема! Но ей нужен напарник для этой марсианской миссии! Донни! Он запустит любую ракету! Замажем другу по переписке! Куда же запропастились Суперкрылья, Джет? Вон там! Астра и Донни! Дела налаживаются! Суперкрылья! Трансформируемся! Я Астра, ваша космическая звезда! Донни здесь! Я готов браться за дело! Суперкрылья! Как нам попасть на Марс? На моём шаттле — космическом гонщике! Вот как он будет выглядеть! Нужно только его построить! Донни с этим справится! Давайте сделаем космический корабль! Пора строить! Та-дам! Обратный отсчёт! Тресс! Дос! Луно! Поехали! Поехали! «Вамос на Марс!» Как по-испански говорят, «Вперёд!» Приближаемся к Марсу, капитан Каталина! Отлично, Донни! Заходим на посадку! Марс просто потрясающий! Но, Астра, кругом столько камней! Как нам здесь передвигаться? На моём марсианском вездеходе! Исследователи кратера! Запрыгивайте! А где живёт твоя подруга, Каталина? Там! В огромном кратере! Здесь довольно темно и некомфортно! Ты уверена, что Во здесь живёт? Она сама так написала! Я живу в огромном кратере! Его не пропустишь! Давайте поищем разумные формы жизни! Голос-сканер! Ответ отрицательный! Во дома! Пусто! А может быть, записку оставим? Жаль, что мы разминулись, Во! Но, папа, я же столько пролетела, чтобы встретиться со своей подругой! Капитан, мне кажется, на нас надвигается марсианский шторм! Быстрее в вездеход! За мной! До встречи, Крадор! О, нет! Шиншилла, Во, улетела! Ждите меня здесь! Обещаю, я поймаю эту шиншиллу с реактивной скоростью! Почти! Почти! Поймал! О-о-о-о-о! О-о-о! О-о-о! Джек! Сильный ветер сдул космического гонщика! Правильно, что волнуешься, Астра! Он сейчас и меня отдует! С помощью же оббудить! Исследователь кратеров, трансформируйся! Спасение в космосе! Выпускает сеть! Спасибо! А теперь шиншилла! Ой! Буря закончилась! Нужно вернуть ее, Джек! Я не могу прийти к Ву без подарка! Ах, Каталина! Мне нужно тебе кое-что сказать! Что такое, папа? Ну, понимаешь... Вау не писала эти письма, Каталина! Это был я! Я хотел как лучше! Ты был Ву? Но... Но... Я думала, у меня есть настоящая подруга на Марсе! Прости меня, Каталина! Земляне! Добро пожаловать на Марс! Ах, это же марсоход! Такие марсоходы отправляли сюда исследовать планету! Я принес куклу земной девочке! Грациас! Я Каталина! А тебя как зовут? Зовут? Меня никак не зовут! Нет имени! Так не пойдет! Хм... Может быть... Во! Ха! Во-марсоход! Мне нравится! Мучо густо, во-марсоход! Держи! Это... Мне? Ага! Это шаншиллы из Чили! Для моего нового друга с Марса! Грациас, Каталина! Ммм... А, Каталина! Нам всем пора лететь домой! Уже? Но мы только познакомились! Придумала! Во! Скажи, ты будешь писать мне письма? Письма? Во всегда мечтал о друге по переписке! Ну, думаю, мы будем лучшими друзьями по переписке! Пока, Ву! И не забывай писать! Пока, Каталина! Привет, Скай! Есть задание! Я готов лететь! Рада это слышать, Джет! Сегодня ты летишь на острова Тонго! Тонго? Расскажи, где это? Тонго — страна в южной части Тихого океана. Она состоит из множества островов. Посылку заказала девочка по имени Офа. Вот это да! Какие крошечные острова! Но там есть потрясающие вещи! Так называемые морские гейзеры, рифовые ущелья, где волны взмывают до небес. И еще там есть природный каменный мост. Ух ты! Острова Тонго прекрасны! Какая там погода? Солнечное тепло круглый год. Плохая погода на островах Тонго бывает крайне редко. Кстати говоря, на танганском языке плохая погода — это... Алатамаки. Ну, надеюсь, что Алатамаки не предвидится. Не будет плохой погоды. Вряд ли такое случится. Ладно. Занимай свое место, Джет. Джет, приготовься к взлету! Пора лететь! Вылетаю на острову Тонго! Ух ты! Скай была права! Погода прекрасная! Доброе утро, Тонго! Прогноз погоды на сегодня. Как всегда, только солнце, солнце и еще солнце. Идеальная погода для фестиваля Хэй Лала. Продолжаем эфир. Отличная работа, папа. Надеюсь, что когда-нибудь я тоже буду вести прогноз погоды. Ох, это будет несложно, Офа. Ты молодец! Просто нужно тренироваться. Вам посылка! Привезли! Я Джет, вовремя, как всегда. Привет, Джет! Ух ты! Какой у тебя голос! Спасибо! Люди часто мне это говорят. Я Офа, а это мой папа. Рад познакомиться, Джет. А у меня для тебя посылка. Новый микрофон! Теперь я могу по-настоящему вести прогнозы погоды. Спасибо, Джет. Так вот, чего ты так ждала. Можешь взять одну из наших камер, потренироваться. Спасибо, папа. Но для этого мне нужен профессиональный оператор. Эй, а как насчет меня? Из меня выйдет отличный оператор. Тогда договорились. Почему бы вам не поехать на фестиваль Хэй Лала, чтобы сделать репортаж? Это отличная мысль, папа. Пойдем, Джет. Сегодня точно прекрасный день. Погода идеальная. Да, но мне бы хотелось, чтобы погода была поинтереснее. Иначе репортажа не выйдет. В смысле? Я покажу. Циклоны, торнадо и снежные бури. Ого, вот это Аллатамаки. Плохая погода. Это точно. Вот о чем-то таком мне хотелось бы рассказать. Но в Тонго почти не бывает Аллатамаки. Здесь всегда тихо и солнечно. Ну, с этим я попробую помочь. Кажется, настала пора звать Суперкрылья. Суперкрылья? Мои невероятные друзья, которые придут на помощь, когда бы они мне не понадобились. База, прием. База слушает? Как погода в Тонго, Джет? Отлично, Скайп. Но Офи нужно что-то менее солнечное, чтобы сделать репортаж. Хм, кто поможет организовать ненастье? Я знаю. Джером везде устроит шторм. Джету нужна плохая погода? Я уже лечу. А у Донни на этот случай точно найдется инструмент. Домик на дереве готов, ребятки. До встречи. Где же твои друзья, Суперкрылья, Джет? Сама по себе погода точно не изменится. Вон летят Донни и Джером. Дела налаживаются. Джером, трансформируйся. Донни, трансформируйся. Я Джером. И сегодня пришло мое время. А я Донни. И я готов помочь в любом деле. Привет, ребята. Я Офа. Сможете устроить вот такую погоду? Конечно, сможем. Достаю свой набор невероятных инструментов. Строим ветряную станцию. Ух ты. Ветер отличный. Но и дождь бы не помешал. Кто-то сказал дождь. Папа Рилл. У меня тут целый резервуар дождевой воды, если потребуется. Конечно, потребуется. Спасибо, папа Рилл. Мотор, Офа. Привет, Донга. С вами Офа веду трансляцию с фестиваля Хей Лала, на который внезапно надвинулся огромный циклон. Циклон – это сильный шторм с порывистым ветром и проливным дождем, что в Тонге нечасто бывает. Ждите дальнейших репортажей. С вами была Офа, девочка погода. Да! Это Офа с репортажем с пляжа морских гейзеров, где поднялся сильный ветер. А теперь и снег. А в районе Каменного моста шторм внезапно вызвал торнадо. Да! У тебя здорово получается, Офа. Мы рады, что смогли потренироваться делать репортажи. Было весело. Спасибо, ребята. Без вас я бы не справилась. Джет, ты здесь? Астра, это ты? Что случилось? Скай сказала, что ты на островах Тонга. На вас сейчас надвигается сильный циклон. Он будет уже через пару минут. Ой, спасибо за предупреждение, Астра. Действуем! Ребята, вы слышали Астру? На нас надвигается циклон. Настоящий! О, нет! Нам нужно всех предупредить. Давайте включим мои концертные громкоговорители. Всем привет! Сильный циклон надвигается к островам Тонга. Найдите себе укрытие. Это не учебная тревога. О, наверное, это еще один тренировочный репортаж. Нет, это по-настоящему. Циклон движется на Тонга. Настоящий! Ну, конечно. Отлично получается, юная леди. Они мне не верят. Ой-ой, кажется, циклон уже здесь. Циклон! Настоящий! Началась паника! Не волнуйтесь. Просто включим мой погодный пылесос. Все верно, папа Вилл. Я его прихватил, Донни. Я за секунды с ним справлюсь. Операция «Безоблачное небо». Ха-ха! Этой бурей ни за что не справится с моим погодным пылесосом. О, нет! Пылесос Донни не справился с этой огромной тучей! Что же делать? Я знаю! Офа, твой голос и этот громкоговоритель точно смогут прогнать эту огромную тучу! Правда? Как? Звуковые волны! Для того, чтобы справиться с этой опасной бурей, мне придется обновить технику. Добавим немного децибелов. Пришло время репортажа, Офа! Привет, Донка! У тебя получается! С вами Офа! Сообщаю о Большом Циклоне! Но с помощью супер-крыльев! Это больше не проблема! Отлично! Ты прирожденная ведущая, Офа! Просто молодец! Спасибо, Джет! Я решила, что хорошая погода – это совсем неплохо! Абсолютно согласен! Все готовы? Пока! Супер-крылья! Супер-крылья мы доставляем! Пока! Привет, Скай! Есть для меня посылка! Небеса меня уже ждут! Хе-хе-хе! Не сомневаюсь! Есть посылка для мальчика по имени Габриэль. Он живет в Колумбии, недалеко от тропических лесов Амазонки. Здесь часто идут дожди, а деревья настолько высокие, что люди строят между ними мосты! Наверное, оттуда просто потрясающий вид! Многие в Колумбии говорят по-испански. Если захочется сказать «друзья», скажи «Амигос!» Теперь я все знаю! Можно лететь! Я скоро буду, Амигос! Хорошо! Занимай свое место, Джет! Друзья, приготовься к блюду! Пора лететь! Головная! А вот и я! Хе-хе-хе! Я вижу тропический лес! Сколько там обезьянок! Хе-хе! Габриэль! Готов встретиться с Амигос? Почти! Только дождусь посылку! Вам посылка! Да! Привезли! Я Джет! Вовремя! Как всегда! Ола, Джет! Это значит «привет!» Я Габриэль, а это моя сестра, Розанна. Мучо густо! Приятно познакомиться! Привет, ребята! А это твоя посылка, Габриэль! Грасис, Джет! Спасибо! Заходи! Ого! Как здорово! А что это? Это называется тромпо-джет. Вращающаяся игрушка. Но как заставить его крутиться? Этим шнуром. Вот, я покажу тебе. Оборачиваешь шнур вокруг тромпо. А потом бросаешь! Та-да! А еще я выучил особенный трюк. Хочешь покажу? Конечно! Он называется «Кругосветный оборот». Ух ты! Какой потрясающий трюк! Жду, не дождусь показать его своим амигос. Мы сегодня будем играть в тромпо. Мы собираемся идти гулять. Ты с нами, Джет? Конечно! Вам у нас с большим удовольствием! Пойдем! По этим деревянным мостам мы быстрее пройдем через лес. Будем там совсем скоро. Смотри! Там ленивец. Видишь тукана? Тукана? Вижу! В тропическом лесу столько животных! О, нет! Мой труппо! Ждите здесь, амигос! Я скоро! Осторожней, Джет! Бегать и прыгать по этому мосту – не лучшая идея! Не волнуйтесь! Я верну вам тромпа, Габриэль! Вернись! Можно мне тромпа, пожалуйста? Я потом это починю. Реактивная скорость! Поймал! Триумф тромпа! Масы сломаны! Простите! Мы застряли! Как тогда мы встретимся с нашими амигос? Кажется, настала пора звать Суперкрылья! Суперкрылья! Мои невероятные друзья, которые придут на помощь, когда бы они мне не понадобились! База! Прием! Это база? Любуешь ты видом с моста, Джет? Тут проблема! Масы сломаны! А амигос, Габриэль и Розаны ждут нас! Принято! Хмм... Кто же сможет решить древесную проблему? Донни! Он мастер конструирования! Мосты я отлично строю! Даже не сомневайтесь! Дизи! Ее спасательные веревки точно пригодятся! Нужна помощь? Мои веревки помогут в любой ситуации! Дизи летит! Джет, скажи, а где же твои друзья, Суперкрылья? Это Дизи и Донни! Дела налаживаются! Суперкрылья! Трансформируемся! Все в полном порядке! Донни здесь, как и его набор невероятных инструментов! Я Дизи! И я готова к спасению! Ола, Дизи и Донни! Как думаете, сможете починить наши мосты? Я тут немного заигрался в тромбо! Донни с этим справится! Я пока за ним присмотрю! Спасательные веревки! Построим новый мост! Отлично! Да, здорово! Выходит, готово! Прекрасные мосты! Си! Но солнце начинает садиться! А мы договорились встретиться с Амигус до того, как стемнеет! Нам еще долго идти! Вовремя не успеть! Придумал! Если мы раскрутимся, то доберемся быстрее, чем пешком! Только для этого нам понадобится большой тромбо! Но где нам взять такой большой тромбо? Без проблем! Построить большой тромбо проще простого! Нужна пара деталей! Та-дам! Невероятный летающий тромбо! Со штурвалом! Давайте мы его запустим! Запускаем гигантский тромбо! Ой-ой-ой! Впереди препятствие! Ветка собьет тромбо с моста! А ну-ка, перепрыгиваем! О-о-о! Отличный прыжок от мастера тромбо! Розана, давай крутить сильнее! Нам нельзя останавливаться! Нам так не раскрутиться! Быстрее! Дизель, Донни, поможем! Думаю, нужно попробовать трюк Кругосветный оборот! Давайте запустим его! Дело в шляпе! Финальный запуск! Встречайте! На старт! Внимание! Давайте! Запускаем тромбо! Реактивная скорость! Грузи! Ого! Здорово! Интересно, когда придут Габриэль и Розана? Смотрите! Невероятно! Ого! Здорово! Ого! Получилось! Ну, кажется, наша работа здесь окончена! Готова лететь? Одинок! Ай-о-о! Ай-о-о! Спасибо вам! Супер-крылья! Мы доставляем! Пока! Ай-о! ПО- РОЗА И ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВСЁЛА!